О чем говорит новый указ Путина по Донбассу? Мнение украинского журналиста и публициста Виталия Портникова. Далее цитируем. Подписание президентом РФ указа, в котором товары, произведенные на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, уравниваются с товарами российского происхождения для государственных и муниципальных закупок, похоже, еще раз демонстрирует, что при всех различиях в подходах территория, которая оказывается под российским контролем, рано или поздно инкорпорируется в российское политическое, военное и экономическое пространство. Когда происходила оккупация Крыма и начиналась гибридная война на Донбассе, в Кремле утверждали, что вопрос оккупированного полуострова и Донбасса это совершенно разные проблемы, что мифический народ Крыма провел референдум и хочет присоединиться к России. А вот в случае с Донбассом совсем другая история, связанная с изменениями в самой Украине. И что Россия территориальную целостность Украины признает, только вот считает, что Крым никакого отношения к Украине не имеет. А Донбасс имеет. Нужно только выполнить Минские соглашения. Но если согласиться с такой логикой, то стоит поинтересоваться, почему же Россия стала раздавать на Донбассе свои паспорта? Это ведь не гуманитарная помощь, правда? Почему Россия стала втягивать жителей Донбасса в свое политическое пространство, если она признает территориальную целостность Украины? Почему теперь Россия создается оккупированными ею территориями, фактически общее экономическое пространство, если она так стремится помочь в восстановлении территориальной целостности Украины? И опять-таки, если Россия всего лишь один из посредников в конфликте между Украиной и восставшими шахтерами, то откуда на Донбассе ее паспорта, ее депутаты, ее солдаты, ее экономические правила? Кремль привычно ссылается на гуманитарную составляющую, которая и требует таких временных решений. Но это примерно то же самое, что делает сейчас белорусский правитель Лукашенко. Сам, как считают западные политики, спровоцировал искусственный миграционный кризис у границ Европейского Союза, сам заманил в Беларусь обездоленных людей, сам удерживает их на узкой полоске земли у границ Польши и Литвой, и сам же обвиняет Польшу и Литву в создании кризиса. На Донбассе практически то же самое, только вот это куда более обширная территория, чем ловушка, созданная для мигрантов Лукашенко. Это из-за Кремля, из-за российского вторжения на Донбасс, жители оккупированных районов оказались в такой тяжелой ситуации. Это Кремль содействовал разрыву экономических связей Донбасса и остальной части Украины. Это из-за российской оккупации, жители Донбасса не могут нормально работать, путешествовать и так далее. Даже вакцинироваться и то не могут. Это из-за российской оккупации, предприятия Донбасса оказались в такой плачевной ситуации, а людей поставили перед незавидным выбором. Уезжать из родного дома или подаваться в боевики-ополченцы. И если уж мы вспомнили о Крыме, который вроде бы не должен испытывать таких проблем, как Донбасс, потому что сразу же был оккупирован и, по мнению Кремля, окончательно аннексирован, без всяких там спецопераций по паспортизации и лицемерного признания украинской территориальной целостности, то именно российская оккупация привела к обезвоживанию и другим экологическим проблемам полуострова. Нет, это не Украина создает проблемы для своих граждан, оказавшихся заложниками политических амбиций российского президента. За проблемы оккупированных территорий по международному праву отвечает оккупирующая страна. То есть оккупант. Их интересует целых пять российских областей. Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской. Привет и слава Украине. Их интересует, ну в смысле нас, Украину. Дело в том, что российская пропаганда и российские официальные лица, как обычно, слились в экстазе. И теперь это выглядит так. Их мысль, посыл миру звучит просто. Украина обязательно нападет. Ну, если не на Донбасс, если не на временно оккупированный Крым, то обязательно на исконно российские территории. Якобы советское руководство расфицировало исконно украинские земли. И вот эту тему Украина обязательно нападет. Хунта Зеленского нападет. Раньше была Хунта Порошенко. В данном случае фамилия президента Украины не настолько важна. Важна действие и политика. И да, вполне возможно, что я один и единственный вижу полное совпадение в ключевых направлениях внешней политики Украины сейчас и до 2019 года. Хотя, конечно же, во всем есть нюансы. Так вот, в эту игру «Украина нападет» начал играть и Сергей Викторович Лавров. Причем, правильно, на встрече со своим молдавским коллегой, который решил посетить Москву. И это забавно, интересно и очень поучительно для нас. Какой документ они подписали сегодня в Белокаменной? Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николай Папеску подписывают совместное заявление министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Молдова по случаю 20-й годовщины подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Николай Папеско, он из команды Маисанду, то есть президента Молдовы, которая сформировала свое большинство в результате досрочных выборов. И да, их уже россияне пытались немножечко прижать по газу, каким-то образом там договорились. В общем, контракт у них есть. Но дело не в этом. Что мы только что услышали? Договор о дружбе и сотрудничестве. И что забавно, у нас, у Украины, соответственно, с Российской Федерацией тоже было что-то подобное. И это назывался тогда большой договор от 1997 года, договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве. И с нашим документом что-то пошло не так после российского вторжения сначала в Крым, потом на восток Украины. Он сейчас денонсирован, но не суть. Дело в том, что, вот, казалось бы, есть даже заявление в поддержку этого прекрасного документа между Россией и Молдовой. А на практике получаются некоторые нюансы с территориальной целостностью Молдовы. Мы также исходим из того, и мы подтвердили наше уважение вне блокового статуса, статуса нейтрального государства, который закреплен в Молдавской Конституции. Официальный Кишинев, в отличие от Украины, не декларирует своей целью вступления в Североатлантический Альянс, он же НАТО. Но что же им это дало? Ведь что мы слышим? Лавров говорит, что важно сохранить нейтралитет. И поучительность истории в том, что Украина является нейтральным государством. Нами также было отмечено, что необходимо продолжить диалог по транспарентному и вернуться к вопросу возобновления вывоза и утилизации боеприпасов, которые являются источником риска для жителей региона Приднестровского региона. Эти боеприпасы в селе Колбасно. Недалеко, кстати, от границы Украины. И да, именно поэтому там находится кто? Что касается присутствия оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, наша позиция остается неизменной. Это присутствие противоречит статусу нейтралитета, закрепленной в Молдавской Конституции. И вывод российских войск остается приоритетом нашей внешней политики. Но здесь Сергей Викторович Лавров не видит никаких противоречий. Это же не солдаты НАТО топчут святую молдавскую землю. Это эти православные братушки. Но факт остается фактом, что, по сути, это не сказано прямо. Здесь не назвали вещи своими именами. Кстати, здесь мы этим занимаемся регулярно. Подписывайтесь на канал, на другие социальные сети. Все это, конечно же, важно. Но, по сути, российские военные являются оккупантами. Причем здесь Россия-то? Продолжение следует...